Город оживал, когда в город входили гусары. Именно так и получилось в Самаре. Однажды здесь, на улице Почтовой и ныне Шостаковича, проходили гонки на лошадях. И вдруг со стороны Волги появляется лихой гусар верхом на верблюде. Двугорбое чудовище так напугало лошадей, что они разбежались и разбили две витрины. По иронии судьбы, на месте, где и произошел этот курьезный случай, сейчас и находится музей, посвященный Александрийским гусарам. На открытии музея словно оживает эпоха. Дамы в кринолинах, сестры милосердия, офицеры в форме царских лет. Как русский военный, одетый француз Мишель де Винча, он потомок полковника Александрийского полка Сергея Топоркова. До Первой мировой гусар служил в Самаре, потом война и эмиграция. Принужден был работать ночью, убирал там в заводах фирмы Ситраен, убирался там. А в течение дня он посещал свое время на полк, на историю, на контакты с однополчанами, с которыми он переписывался, чтобы дополнить историю. И он никогда не женился, потому что он только думал о полке до конца своей жизни. Пятый Александрийский полк был основан еще при Екатерине Великой. Черными гусар прозвали за цвет формы, а бессмертными по аналогии с прусскими гусарами смерти. В Самару полк передислоцировался в 1910 году из польского города Калиша. Открыть музей, посвященный александрийцам, идее Артема Гусева. Он с детства увлекается историей русской императорской армии. Оригинальные фотографии, оружие, униформы и символика, более 300 экспонатов, все из частных коллекций. Предметы приобретали в Москве, Петербурге и за рубежом. Много оригинальных предметов и в том числе много копий. Потому что, к сожалению, некоторых предметов, скажем так, как доломан или как парадная шапка на последнее царствование, то есть сейчас найти просто невозможно. Или они в частных коллекциях, или они просто пропали вообще. Адамова голова, главный полковой символ десятки страниц архива, портреты александрийцев. Здесь можно увидеть и как выглядели бессмертные гусары. На одной из витрин наградное оружие. Боевая подготовка кавалеристов была отменной. В умении владеть шашкой им не было равных. Шашка была в трех положениях. Шашка в ножны, по команде шашки вон. Шашки вон, она извлекалась наверх. По команде шашки в плечо. Она вот так вот ложилась в плечо, в таком или в таком положении, как на картинке. И из шашки боя наносился быстрый, очень точный режущий удар, которому любого человека можно было, любого всадника, кавалериста, научить за короткие промежутки времени. Первая задача кавалериста – крепко сидеть в седле, вторая – быстро, точно рубить. Самарский музей, посвященный александрейцам, сейчас единственный в мире. Он принял эстафету у парижского, который был создан иммигрантами в 29-м году и перестал существовать в 60-е. Одним из его основателей был Сергей Топорков. После себя Гусар оставил множество рукописей. В ближайшее время Мишель де Винча планирует издать книгу своего дяди, которую так и не успел выпустить браво-александреец. Алина Чемерис, Василий Кладошов, События.